Вашу задержку. Мы в прямом эфире, с вами Фомин Алексей. Я сегодня с вами хотел поговорить немного о бизнесе, помочь вам нормально стартануть, чтобы у вас были большие чеки и больше понимания того, чем мы тут занимаемся. Прежде всего, я хотел сказать вам, что я тут подготовил список по поводу, чего мы сегодня с вами будем говорить, и мы прямо по этому плану будем двигаться. Мы рассмотрим такие вещи, как статистику, зачем она нужна, как ее вести. Мы рассмотрим категории людей, на которых нужно тратить время, на которых не нужно тратить время. Я поделюсь с вами кое-какими соображениями, с которыми подпределился в Хьюстоне со мной хитаж. Также я расскажу особенности построения нашего бизнеса, расскажу, зачем нужно 90 дней, что это такое. Приведу много примеров. Закон изобилия, шкала. То есть вы увидите, у вас перед глазами есть список, о чем мы сегодня пройдемся. Прежде всего, я хочу вам сказать, что сейчас в Инфиняй происходит огромное количество обновлений, и мы воспользуемся этим моментом для того, чтобы пока укрепить другие области нашего бизнеса, пока мы в процессе ожидания. Когда уже произойдут вот эти обновления, мы свое внимание направим на освоение того, что нам компания предоставила опять в новую единицу времени, а тем временем у нас уже будут знания по построению бизнеса. То есть это знаете, как настройки. То есть на хорошей стройке, пока они ждут цемент, например, они, например, делают уборку территорий. И, например, когда приходит цемент, у них уже убрана территория, и также они параллельно готовят другие составляющие своего бизнеса для того, чтобы двигаться быстро. Хорошо. Итак, начнем с простых вещей. Сегодня мы поговорим именно о сетевой составляющей этого бизнеса. То есть мы не будем сегодня затрагивать, как торговать на платформе Amazon, eBay. Компания предоставит профессиональные видеоролики на сайте, вы сможете пройти обучение и полностью освоить эту составляющую. Многих интересует также, как строить именно сетевую составляющую этого бизнеса, и об этом мы сегодня поговорим. Итак, начнем с очень простых вещей. В любой деятельности есть, я буду показывать экран, в любой деятельности есть такая вещь, как статистика. То есть, и что мы с вами сегодня будем измерять. Вообще, что такое статистика? Это просто числовое измерение того, что вы делаете ежедневно. Я сейчас буду показывать блокнот, и мы с вами сразу с места в карьеру. Вы сейчас видите мой экран. Сейчас, секунду, мы с вами откроем этот блокнот. Сейчас, один момент, друзья мои. Один момент. Ненужный закрываем. Вы сейчас видите мой блокнот. И поехали. То есть, мы с вами сейчас будем говорить о построении команды, и вокруг этого будет очень много интересных данных. Хорошо. То есть, что мы с вами измеряем? То есть, вас интересует, если мы с вами строим структуру, то нас с вами интересует конечный результат. Ну, например, первая статистика, которая вас будет интересовать, это оборот. Это товарооборот в деньгах. Да, то есть, потому что на основании товарооборота вы получаете свою комиссию. Товарооборот создается людьми, и, соответственно, в нашей одной из главных статистик является количество людей в нашей команде. То есть, это количество партнеров. Соответственно, нас интересует количество партнеров слева и количество партнеров справа. Вы знаете, что у нас бинарный план маркетинга. Соответственно, у вас группа людей растет в левой команде, и группа людей у вас растет в правой команде. Соответственно, вот это количество нам нужно с вами измерять. Вы также можете измерять третье количество – это ваш доход. Это сколько денег вы получаете, например, в месяц. Или, соответственно, вы можете измерять, сколько денег вы получаете в неделю. То есть, это три разных исследования или замера, которые мы с вами делаем. Четвертое, что вы можете измерять – это, например, количество исходящего, которое вы делаете. Это может быть количество звонков, которые вы делаете своим людям. Или количество объявлений, которые вы размещаете в разных источниках массовой информации. Или количество скайп-сообщений. То есть, можно придумать другие разные сообщения или другие разные статистики, которые вы измеряете. Я бы обобщил четвертый шаг, например, как количество разговоров, которые вы проделали в течение дня. То есть, количество разговоров, которые вы проделали с людьми по поводу бизнеса. То есть, мы с вами… Вот эти количество разговоров, они приводят к чему? Они приводят к количеству людей, которые к вам подключаются, и к количеству денег, которые вы получаете, и к количеству товарооборота, на основе которого тоже считается ваш доход. На самом деле многие люди меня задают такой вопрос, почему вообще, почему нужно все это измерять, почему, зачем это все нужно, и почему мы все меряем на этой планете через деньги. На самом деле деньги показывают состояние, то есть в каком состоянии находится деятельность. Поэтому очень часто успех или не успех той или иной компании измеряется деньгами. Вы, например, понимаете, возьмем фирму Рога и Копыта. То есть если у этой фирмы нет товарооборота, то есть она лежит на боку, нет никакой производственной активности, нет предоставления сервисов, нет продаж, нет услуг, ничего нет. То есть компания открылась, но ничего не предоставляет. Соответственно ее статистика будет где? Она будет в районе нуля. То есть ноль, это называется состояние несуществования. То есть просто компания не существует. Если компания переживает, например, то спад, то подъем, то пусто, то густо, то пусто, то густо, никак не может слететь на какой-то высокий уровень производства, то эта компания, считается, испытывает американские горки. Американские горки. То есть я, например, знаю много компаний, которые имеют такое состояние, из нее очень тяжело выйти, если не имеют правильной технологии, как с этим бороться. То есть вы можете на основании графика многие вещи сказать. Например, компания, которая правильно ведет свой корабль бизнеса, у нее будет какая-то растущая постоянно статистика, она будет как-то идти вверх, вверх, вверх. То есть это говорит о том, что компания правильно ведет свой корабль. То есть это, например, такой график можно назвать как очень высокая нормальная деятельность. И, например, когда график у людей идет круто вверх, то есть когда неожиданно график вдруг идет как-то стремительно очень вверх, это, например, состояние изобилия. То есть это очень, очень, что-то чертовски правильно идет в этом бизнесе, что ведет компанию в такое состояние. И сегодня, кстати, на своем тренинге я вам расскажу, что нужно делать. Если вы вдруг посмотрели на свою статистику и вы чувствуете, что у вас именно вот это состояние, я расскажу, что надо делать, чтобы оно не грохнулось у вас вниз и вот опять, чтобы не получились вот эти американские горки. Хорошо, следующий момент. Иногда бывает у людей настолько высокое состояние, то есть это состояние изобилия, перешедшее в такую хорошую нормальную деятельность. Видите, то есть тут какой-то угол есть, который постоянно растет. То есть это уже состояние, назовем его состояние могущества. То есть графики на самом деле, они очень важны. Они вам могут показать, где вы находитесь и что нужно делать. Почему нужно ввести статистику и ежедневно отмечать, что вы делаете? Потому что на основании вот этих графиков вы реально можете управлять бизнесом. То есть это как автомобиль, вы им реально можете управлять. То есть я даже дам вам определение, что такое управление. Управление, да? Это когда вы что-то можете начать, изменить или остановить. По своему собственному решению остановить. Вы этим процессом управляете. Точно так же, как автомобиль. То есть есть две ситуации, когда вы управляете автомобилем, вы можете решить, куда вы едете, завести машину, начинать перемещаться по городу и приехать туда, куда вы запланировали в нужное время. То есть это называется контроль или управление. То есть другими словами. Это очень все просто. Так вот, самые, то есть это элементарные вещи, которые я пока сейчас буду рассказывать, которые нужны для тех людей, кто хочет серьезно заниматься бизнесом, это ведение вот этой статистики. Для тех из вас, кто хочет заниматься просто торговлей на Амазоне, на eBay, у вас будет следующая статистика. Вы в Excel можете ввести следующую статистику, например, какую я бы ввел статистику. Это количество товаров, которые я выложил на список для продажи. То есть количество товаров в списке. Это может быть у вас там 10 товаров, это или у вас может быть, сегодня у вас, например, 10 товаров, здесь у вас там, например, 100, тут у вас там 500. Соответственно, здесь у вас дни, соответственно, здесь у вас 10, тут у вас 100, тут у вас 500. Видите, вы как бы свою профессиональную деятельность поднимаете, а тут вы уехали в отпуск, и у вас статистика упала до нуля, вы магазинство отключили. Так? И второе, что это количество товаров, которые я бы измерял, и второе, я бы измерял количество продаж в штуках, количество продаж, и третье, чтобы я измерял доход. В принципе, это три основные статистики. То есть это ваш доход. Но можно назвать ее чистой прибылью, лучше измерять чистую прибыль. То есть доход минус расход равно прибыль. То есть вот эту третью статистику я бы ввел на отдельном графике. И что происходит? Вы можете, получается, вы можете все эти графики между собой соединить, и вы видите, сколько, например, у вас там товаров в списке. Вы видите, например, вашу прибыль, то есть вы видите, как ваша прибыль растет, и вы видите, например, вот когда вы на них на третью графику смотрите, то вы определяете вообще, что происходит. Например, тут ушел в отпуск, соответственно, тут доход упал, и вы можете вот такими вещами управлять своим бизнесом. Видите, елки-палки, жена говорит, Вань, дай денег, а вы говорите, денег нету. Она говорит, а почему не денег? Ты говоришь, я не знаю. Так вот, если вы ведете статистику, вы открываете и смотрите, да и у меня нет денег, потому что что, вы ушли в отпуск, магазин все закрыли, соответственно, доход упал. Что надо сделать? Включить магазин. Вы видите, сколько у вас товаров, сколько привело денег. То есть это позволит вам управлять этим бизнесом, управлять наценками, управлять, вы сможете определить, какие товары надо выкладывать, какие не надо выкладывать. Вы видите, что лучше продается, что хуже продается, лучше продавать товары дешевые или лучше продавать товары дорогие. То есть это не сложно. У вас у всех есть компьютер, у каждого есть свой Excel файл, вы можете это спокойно сделать и там нарисовать графики. Я просто вам в общих чертах рассказываю, что это нужно делать. Иначе вы не профессионально занимаетесь этим бизнесом. Но сегодня у нас задача поговорить с вами о сетевой составляющей, поэтому я хотел с вами именно этот момент обсудить. То есть еще раз, статистика вам нужна для того, чтобы вы видели, куда вы идете. Соответственно, есть несколько категорий людей, есть люди, которые какой-то деятельностью занимаются профессионально и есть люди, которые занимаются деятельностью, они только подключились и они еще никак, никуда не двигаются. Соответственно, есть определенная шкала, она называется шкала решений. И мы можем сказать, что, например, человек, есть человек, все люди в разном состоянии, да, ребята, я тоже хотел с вами это обсудить. Просто вы, наверное, это все знаете, я просто с вами хочу это как бы со стороны на это посмотреть еще. В самом низу, например, человек, который вообще, он принял решение, ему это не надо. Он говорит, мне это не надо, я не хочу там 10 тысяч долларов в месяц на Амазоне зарабатывать, мне это не надо. То есть он принял такое решение, ему не надо. То есть в нашей системе его нет, да, например. Или человек принял решение, я не хочу строить сетевую составляющую бизнеса, мне не надо. Да? Здесь, например, человек говорит, ну я посмотрю, например, да. То есть человек говорит, я посмотрю. То есть он как-то уже ближе двигается, то есть он принял решение, я посмотрю. Тут выше человек говорит, слушай, это интересно, да, мне это интересно. Видите, он поднимается. А другой человек говорит, я начну этим потихоньку заниматься, потихоньку, видите. А другой человек говорит, слушай, тут надо вовсю этим заниматься, он принял решение вовсю заниматься, видите, вовсю. То есть, соответственно, разные решения вот эти, это разные идеи. То есть я сейчас вам забегаю вперед, объясню такую вещь. Если мы говорим человек, вот у нас человек, и у него есть набор идей, так. Вот если человек берет, например, давайте так назовем, идея номер один, идея номер два, идея номер три, четыре, пять, там шесть. Это все разные идеи. Например, человек, который принял идею номер пять во всю этим заниматься, он будет определенное действие тут делать. Соответственно, если человек говорит, мне это не надо, он принял идею, мне это не надо, он наверняка пойдет в какой-нибудь футбол играть. Видите, то есть сама идея, она определяет, что человек будет делать дальше. Это целая область, вообще область решения, она отдельная, интересная, и по ней можно отдельный тренинг проводить. Я вам просто в двух словах рассказываю, как это важно. То есть решение, ваше вот это решение, оно определяет, что вы дальше делаете. И точно так же мы сейчас плавно перейдем к статистике. Это очень интересно понаблюдать. У меня очень много людей, которых я подключил в этот бизнес. Назовем это, это разные люди, первый, второй, третий, четвертый. И у каждого человека своя разная статистика, у каждого человека свои показатели. Например, этот человек за две недели подключил в бизнес 60 человек, партнеров, этот за две недели. Подключил ноль, этот ноль, этот один, этот три, этот там, этот, допустим, сделал уже команду в 500 человек, а этот там, например, вообще закрыл свой счет. Ну, как вариант, да? Если вы начнете просто разговаривать с этими людьми, с каждым, то вы увидите, что у каждого своя собственная идея. Видите, мы говорим, вот статистика, это же статистика, это определенный показатель, вот эти графики, это же числа. И, соответственно, если вы пообщаетесь с каждым из этих людей, вы увидите, например, Вася. Я говорю, Вася, слушай, почему у тебя 60 человек вообще, что, что ты? Он говорит, я хочу, я хочу, я потихоньку начал этим заниматься, подключил людей, видите, потихоньку. Так? И этого, говорит, слушай, а почему ты еще не делал? Он говорит, я подожду. Чего он подождет, непонятно. Ну, допустим, я подожду обновлений. То он как бы в теме, но он решил подождать обновлений. Видите, он ждет, он не действует. И этот говорит, а я еще, я еще старые свои дела не закончил, я еще не смотрел, видите? Он все еще, у него идея, что надо закончить свои старые дела, он еще, он еще не начал, видите? И этот человек говорит, я еще не разбирался, видите, он принял десятку идей, я еще не разбирался. И если вы посмотрите на этого человека, год пройдет, вот это один год, и вот человек, он взял себе вот эту идею, я еще не разбирался. Вы его каждый день будете спрашивать, и это будет основной идеей, которая будет его двигать по жизни, он еще не разбирался. И вы через год спросите его статистику, у него все равно будет, я еще не разбирался. У других людей уже будут чеки по 50 тысяч долларов. Понимаете, у этого будет все еще один человек, он, я еще не разбирался. Если вы возьмете вот этого человека, например, возьмем Лену, да, например, у нее 500 человек уже, вы ее спросите, Лен, почему у тебя уже 500 человек? Она говорит, я хочу стать директором, я хочу закрыть бонус директора, получить, сделать товарооборот 30 тысяч долларов, так и получить свой бонус 20 тысяч долларов за ближайший там месяц. Видите, она, то есть как бы жмет на полный газ, я просто вам объясняю, что это и есть статистика, видите, то есть это разные, то есть вы это начинаете видеть на больших числах, на большом количестве людей, вот эти моменты. Возвращаемся сейчас на предыдущую страницу, и вот эти графики, они вам в целом показывают, то есть если вы ведете статистику всей вашей команды, то есть вы можете вести свою собственную статистику, вы можете вести свой собственный оборот, но мы так как говорим здесь по строению команды, то мы говорим, что лучше строить статистику оборот всей вашей команды. В нашей терминологии это P-E-T, это персонально приглашенное дерево. P-E-T, это вот в английском языке персонально приглашенная команда. Это очень важный показатель, на основании этого показателя вы видите, как у вас идут дела. Значит, вот этот P-E-T, это ваши люди могут быть как в левой команде, это, вот допустим, я назовем так, красным я обозначу человек, который вам достался от спонсора, вот эти люди вам достались от спонсора, а синий это кого вы сами пригласили. Видите? То есть вот то, что здесь нарисовано слева, у вас может быть, например, товарооборот 10 тысяч долларов. Так? Вот это в левой команде, вот здесь. Но, например, у вас здесь всего один человек, который дал вам 50 долларов. Видите? То есть 10 тысяч это будет просто оборот, допустим, будем считать, что вот эта правая нога, она у вас короткая. То есть в этой левой ноге у вас столько много людей здесь, что вам это дало 29 тысяч 950 очков. Видите? То есть ваш ПЭТ тогда будет составлять 30 тысяч, то есть 29 плюс 50, который у вас в другой ноге. Это вот это ваш ПЭТ. Это вы и ваша команда. Так? А красная вот эта ячейка, это то, что вам досталось от спонсора. И, например, для квалификации на уровень директора, просто сразу забегая вперед, еще раз мы это проговорим, вам нужно 30 тысяч, КЭТ тысячи в Америке, 30 тысяч ПЭТ, так, они считаются с двух ног, и вам нужно 10 тысяч, которые у вас будут в короткой ноге. У вас есть 10 тысяч, будем считать, что у вас 9 тысяч 900, вот так у вас. Видите, у вас от спонсора досталось, допустим, 9 тысяч 950, и ваш личный приглашенный дал вам еще 50. Итого у вас есть 10 тысяч в короткой ноге. То есть мы с вами просто говорим о том, что надо измерять эту статистику. Это ПЭТ, это очень важная статистика. То есть, как вы это теперь делаете? Как это делаю я? Ежедневно. Ежедневно. Я открываю Excel файл, и я туда введу, вставляю цифры. То есть, например, возьмем 10 января, 11 января, 12 января, дата, видите, идут вниз. Здесь у меня команда слева, команда справа, и сумма людей в сумме, то есть сколько людей у меня в целом. Например, 10 января у меня там 9950 человек в левой ноге, вправо, допустим, 4647. На следующий день у меня 9981 человек, справа 4781. Видите, как идет движение. И потом я делаю сумму каждый день. И на основании этих графиков вы можете, на основании этих данных чисел, вы можете поставить график. Вы видите? То есть график идет вверх, у вас норма. Если вдруг, представьте, у вас ситуация такая, что у вас тут число не меняется, 12. Например, я работал в бизнесе, где руководство сделало грубые ошибки и привело к тому, что вся команда остановилась. То есть 9981, допустим, 4781, опять 4781, 4781. Понимаете? То есть что означает? Команда просто остановилась. То есть там какие-то моменты, и вы видите, елки-голки, график заморозился, что-то надо делать. Вы снимаете трубку, 0,3, 0,1, 0,2, я не знаю, все службы. И вы начинаете принимать определенные меры, чтобы что-то надо исправлять, чтобы опять график пошел вверх. Видите? То есть вы на основании графика можете управлять, иначе вы просто слепые котята. И вообще это то, что я сейчас рассказываю, это для людей, которые хотят профессионально заниматься этим бизнесом, вообще любым бизнесом, и в случае с Infinii для тех людей, кто хочет зарабатывать десятки тысяч долларов в неделю. Вот, поэтому я вам это все рассказываю. Это профессиональный подход. В связи с этим есть, мы уже начали дальше говорить, разная шкала отношений, то есть мы говорили, вот я опять перелистываю. разные люди, которые принимают разные решения, соответственно, у них у всех будет разное отношение к этому бизнесу. Только что я рассказывал, Лену сделала 500 человек, а человек, который, я подожду, я подожду, я посмотрю обновлений, соответственно, он просто не будет вести вот эти никакие графики, он, соответственно, ничего не будет делать, он, соответственно, нигде, видите? То есть тут нет графика, тут ноль, тут нет активности, тут ноль, видите? Соответственно, я сегодня обещал рассказать вам о том, вообще на кого нужно тратить внимание свое, на кого не нужно тратить внимание, если у вас есть перед глазами план нашего мероприятия. В принципе, если мы возьмем все общество за 100%, это все люди. Мы будем говорить о том, что 20% людей, они в таком состоянии американских городов, как я уже в начале начинал говорить. У них по жизни дела идут то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Можно таких людей назвать, как они источники неприятностей. То есть у них дела идут то хорошо, то дела у них идут плохо, то у них идут дела хорошо, то у них сегодня настроение хорошее, то у них сегодня настроение плохое. Они очень часто, например, жалуются, они очень часто недовольны, они очень часто болеют, у них низкая статистика. Она по определению не может быть у них высокая, низкая статистика. Есть еще очень интересно, можно вот здесь вот как-то втиснуть, 2,5% людей имеет явно очень плохие намерения, очень плохие намерения, то есть это антисоциальные личности. То есть это люди, которые активно, но они это делают тайно, то есть мы назовем это активно, но тайно, они специально разрушают любые хорошие идеи, они противники всего хорошего, они публикуют негативные статьи, например, в интернете, они как-то, ну ты что, дурак, куда ты попал, куда ты вляпался, они вам подкидывают какие-то статейки, понимаете, то есть они работают или числятся, скорее числятся в другом бизнесе, они вам подкидывают какие-то статейки, понимаете, то есть тем, чтобы ваш боевой дух или ваше настроение, оно как-то принизилось, упало, то есть смотрите, то есть, например, вы, да, у вас утром было такое хорошее настроение, у вас был план поднять статистику в 3 раза, подключить в бизнес 20 толковых своих хороших друзей, и приходит этот человек и говорит, слушай, я же тебя люблю, я тебя, я тебя хочу тебе помочь, на, вот слушай, кстати, ради интереса, посмотри, тут статья есть в интернете, вот, негативные, да, там, это вообще касается всего, да, то есть, например, у вас дочка хотела музыкой заниматься, да, там, и в школу она пришла, и там, ты что, какая музыка, ты что, вон, смотри, видите, допустим, если человек не может это распознать, то на выходе, что его планы на день, он уже, знаете, такой, его план на день уже не может действовать, он уже подавленный, ему надо пойти погулять, он уже не производит, статистика упала, то есть потому, что он пообщался вот с таким вот источником негатива, да, который под видом доброжелательности приносит вред. Я вам хочу сразу сходу сказать, потому что мне тут перед началом тренинга прислали какую-то статью там в интернете, люди обеспокоены, я говорю, ребят, во-первых, если вы, если вы в жизни ничего не делаете, да, то никто на вас нападать не будет, да, то есть вы чертовски что-то делаете правильно, если вы получаете какие-то стрелы и атаки. Это нормально, понимаете, то есть есть люди, которые обеспокоены вашим успехом, потому что вдруг, если, кстати, определенная особенность, вот эти люди с плохими намерениями, да, они видят угрозу, когда у вас дела идут хорошо, они так устроены. То есть вот эти 2,5% людей, они так устроены, если вдруг у вас дела будут идти хорошо, и вы там выиграете на Олимпиаде, вы заработаете бонус, они будут думать по какой-то причине, что вы, что они как-то пострадают от этого. Поэтому они этого боятся, так, и они пытаются любыми путями вас, вот, значит, завалить. Вот, вы это просто должны понимать, и откуда берутся вот эти 20% людей. Это 20% людей, которые, как бы, на которых эти 2,5% активно влияют. Вот, просто, чтобы, ну, я хочу вам просто рассказать, чтобы вы понимали вообще, что есть просто люди, у которых реально наклонность есть не помочь вам, а именно разрушить. Соответственно, они будут разными способами это делать. Если вы видите, что какие-то на вас нападки, значит, вы чертовски что-то делаете правильно. То есть есть даже такое выражение, что даже у героя есть вши, поэтому не переживайте по этому счету, это значит, что чертовски правильно идет в вашем плане. Вот, так, сейчас я закрою телефон. Поехали дальше. Поехали дальше по плану. Значит, соответственно, на кого вы будете уделять взаимное внимание? Я хотел бы с вами проговорить такое есть правило. То, что вы поощряете, то вы получаете. То есть, что вы поощряете, то и получаете. Другими словами, чему вы, что вы поливаете, то и вырастает. Что вы оставляете без внимания, то умирает. То есть, грубо говоря, вот у вас есть, теперь я обещал рассказать, на кого нужно тратить свое внимание. То есть свое внимание нужно тратить на то, что вы хотите, чтобы у вас произрастало. Если вы хотите, вы измеряете статистику роста команды, соответственно, рост. Вас интересует рост команды, вас интересует рост товарооборота, товарооборота. Вас интересует количество партнеров, которые закрыли статус директора в вашем бизнесе. То есть, видите, вы измеряете даже, вы можете все измерять, сколько у вас директоров, например. То есть, соответственно, вы уделяете внимание росту товарооборота, росту количества людей. То есть, вас интересует рост команды. То есть, на кого вы будете уделять свое внимание. Если мы вернемся вот на этот список людей, вы теперь сами видите, что эти люди могут быть, они могут сюда подключиться по каким-то странным соображениям. Их могут подключить, они не приняли сами решения, например. Или они приняли сами решения. То есть, опять-таки, если мы говорим про шкалу решений, которые я только что рисовал здесь, мне это не надо, я посмотрю, интересует, я потихоньку, я вовсю. Есть уже решение, например, что я, то есть, выше может быть человек решения, я директор. Понимаете, я директор. То есть, я просто тут пашу как трактор, например, я директор. Я строю этот бизнес активно. Видите, это разные решения. Соответственно, если вы будете свое внимание, теперь вот если вы... Вы можете помогать людям принять, двигаться наверх по шкале принятия решений, вы можете им помогать. Для этих целей есть презентации, для этих целей есть какие-то видеоролики, для этих целей вы можете сделать трехсторонний разговор, для этих целей вы можете какое-то время потратить, да? Но это не означает, что вы тратите сюда 90, вот, например, мне не надо, и вы его уговариваете. Он говорит, вам мне не надо, а вы 99% своего рабочего времени тратите на одного человека. Зачем? То есть, вы сами можете теперь определить, на кого вам нужно уделять свое внимание, с кем вам общаться, с кем вам нет. Соответственно, если человек принял решение, я директор, да, то вы на такого с этим человеком постоянно на связи, вы с ним постоянно обсуждаете дела, вы постоянно с ним двигаете тему, потому что этот человек – это золото. И все начинается с его решения, я директор, да, или я хочу построить этот бизнес. И у него там разные интересные мотивы могут быть, да, то есть почему люди принимают разные решения, это отдельные мотивы. Кто-то хочет отдать долги, кто-то хочет путешествовать, кто-то хочет добиться чего-то в жизни, кто-то хочет что-то новое, да, кто-то хочет реабилитироваться в своей жизни, да. То есть, что за этим решением стоит, это отдельно. Это вы можете задать этот вопрос вашим лидерам, который у вас существует, почему ты принял это решение, и вы можете понаблюдать. Я просто хочу сказать вам о том, что люди в состоянии двигать вот эту свою идею, Это очень легко взять и просто поменять идею, поменять свое решение. Таким образом, это очень интересная, кстати, шкала, то есть это шкала профессионализма также. То есть человек может принять, я директор, я каждый день изучаю что-то новое, да, или я там, я стану самым успешным продавцом на Амазоне, на eBay, я не знаю, я там, я стану профессионалом. То есть он все больше и больше двигается по шкале решений, и наступает момент, когда он на самом деле реальный про, и он реально имеет высокие статистики и высокие показатели. То есть я к тому, что вы каждый можете посмотреть, какие у вас есть решения, с которыми вы живете. Тут очень интересно, кстати, иногда решения, они даже не ваши. Иногда вы можете подцепить чье-то решение, и опять-таки вы можете пообщаться с этим негативным человеком, он вам подкинул это решение, и вы с его решением ходите. А вы посмотрите на ваше собственное решение, что вы хотите как человек в этой жизни, да. То есть хотите ли вы иметь, например, 20 тысяч долларов в месяц чек, или вы не хотите, да. Хотите вы его за месяц сделать, за год и так далее. То есть смотрите, чтобы решения были собственные ваши, и следите за тем, кто какие вам решения подкидывает. Вот, если эти люди, соответственно, имеют уже так же статистику производственные, такие показатели, то вы можете прислушиваться к их решению. Если человек, у него у самого никакой статистики нет, нулевая, да, и он вам рассказывает, как строить бизнес, вы можете просто выслушать его, но делать так, как более правильно, да. Хорошо, значит, мы с вами разобрали вот эти категории людей. Соответственно, есть такое, еще раз, правило, что вы поощряете, то вы получаете, так. И как можно его использовать в жизни. Как это правило можно использовать в жизни. Например, если, вот приведу вам пример, ко мне часто обращаются люди и говорят, можно, допустим, подключиться в вашу команду, и я, например, просто людям, которые на самом деле реально работают в нашем бизнесе, они приняли решение, я директор, да, я им просто направляю этих людей, чтобы они становились спонсором. То есть, как, например, как я это делал. Понимаете, то есть я не могу быть у всех, допустим, спонсором, я просто помогаю, даю людей, людям, чтобы они становились спонсором и помогали. Соответственно, они точно так же будут делать. Если человек, или, например, я вижу, человек работает, я вижу, он старается, соответственно, я могу с ним поговорить, показать, ему что-то уделить. Время, то есть я уделяю время на тех, кто на самом деле принял решение строить этот бизнес. Потому что на выходе это будет все сводиться к тому, что статистика будет идти вверх. Статистика будет расти и развиваться. Окей? То есть это вот такой момент. Соответственно, я обещал рассказать, что нужно делать в данном моменте. То есть те из вас, кто сейчас испытывает бешеный рост, я скажу, что в нашей команде на сегодняшний день почти 13 тысяч человек, и это произошло за месяц. Это совершенно фантастическая статистика. То есть некоторые сетевые компании у них уходят, честно скажу, по полгода, по году. Некоторые даже не могут за год такую команду сколотить. Соответственно, это очень высокий показатель. И те из вас в нашей команде, кто, если бы вы вели график, или если вы его ведете, видите, что у вас это было примерно вот так, я сейчас вам расскажу точно, что вам нужно делать, чтобы этот график шел наверх. Значит, первое, просто себе возьмите под запись, если вы вдруг сами шалеете от того, что происходит, я вам расскажу, что надо делать. Значит, шаг номер один. И, ребят, это не надо думать, что вот это вот у вас будет, ну как бы оно может так происходить постоянно, но не надо думать, что оно само по себе дальше будет так перейти. Поэтому вам нужно продолжать проявлять сюда активность. То есть мы сформулируем это следующим образом, что не надо экономить на действиях. Сейчас, вернемся, сейчас, секунду. Экономьте на своих действиях. То есть если у вас график вот так вот идет вверх, то не надо начинать ходить, играть в футбол целыми днями, не надо там куда-то уезжать на каникулы. То есть просто перестаньте тратить время на ненужные дела. То есть экономьте на действиях ненужных. То есть откиньте ненужные действия. То есть экономьте на действиях. Окей? Просто посмотрите на свое расписание в течение дня, на что вы тратите свое время. Здесь гулял долго с собачкой, тут в кино пошел, тут поехал на катере кататься, и тут, а что, у меня прет статистика, и дальше будет перейти. Это неправильно. То есть вам нужно вот эти вот, то, что не приводило к успеху, это нужно убрать, и еще больше сфокусироваться на производстве. Еще больше. То есть все свое внимание направить на дальнейший рост статистики. Потому что что произойдет, сейчас отдельным цветом нарисую, у вас график вот так, если вы сейчас вот этот шаг номер один сделаете, то у вас этот график выйдет на следующий уровень. То есть если вы сейчас вот за счет этого графика выскочили, например, там, на доход 1000 долларов в неделю в самом начале, то вот этот график вам позволит выйти на доход 10 тысяч долларов в неделю. Если вы, соответственно, выскочили, ну, просто пример, если вдруг вы выскочили на доход 4000 долларов в неделю, соответственно, это вас может вырулить, если он меня внимательно будет сейчас слушать, ну, или невнимательно, но хотя бы как-то увидеть долю истины в этом, то это вас может вытащить на доход 40 тысяч долларов в неделю. Поехали дальше. Вторым шагом что нужно сделать? То есть вы просто анализируете, что вы делаете, да, и вы экономите на своих действиях, которые не приводят к успеху, так? Второе, что вы делаете, вы считаете каждое действие, что вы делаете каждый день, анализ такой делаете. То есть ваше каждое действие должно привносить вклад, то есть считайте, учитывайте или считайте каждый шаг, который вы делаете, каждое действие. С точки зрения, как это отразится на будущее, да, То есть, например, если у вас есть возможность поговорить с одним человеком, например, или с группой людей, то есть вы посмотрите, что вам выгоднее, пообщаться в данную минуту с одним человеком или с группой людей, пообщаться там с нытиком или лучше пообщаться с двумя людьми, которые рвут и мечут. То есть, это опять-таки каждое действие, это каждая минута. Видите, у вас есть выбор, ребят, вообще в жизни у вас есть выбор. Соответственно, вы каждое свое действие учитываете и вы считаете, так, нет, здесь этот парень негативный, вот. Так, соответственно, каждое действие учитываем, поэтому мне выгоднее поговорить вот с этими двумя людьми, они приняли решение быть директорами, я буду с ними работать и вперед. Видите? То есть, работа с этими двумя даст вам больше статистики, чем работа вот с этим человеком. Хотя мы можем, на нему можно что-то ему отписать и так далее. Вот. И так далее. Значит, вот это мы здесь ставим галочку, вот здесь. Я на эту тему сейчас отдельно хотел поговорить, чтобы не быть неправым. Дальше. Следующий шаг, который мы делаем, шаг номер 4. Шаг номер 3. Здесь он будет писать. Шаг номер 3, который нам с вами… Вам нужно как бы объединить все действия, которые приводили вас к успеху. Объединить все усилия. То есть, посмотрите, что вы делаете в течение дня, что привело вас к этой статистике. То есть, то, что вы делали, привело вас к этой статистике. Соответственно, это чертовски правильно, то, что вы это делаете. То есть, соответственно, вам все, что вы делали, какой-то успех. Например, вы ходили, давали объявление на каком университетском сайте о том, что вы хотите бизнес развивать. Или вы публиковали данные на фейсбуке. Или еще что-то вы делаете. Все, что вы делали, если это приводило к успеху, это надо просто проанализировать. Понимаете? И объединить все эти усилия. То есть, не имеет смысл начинать что-то новое, если вы уже знаете, какие-то действия приводили вас к успеху. И четвертый момент, который вам очень важен. Проясните для себя, что привело вас к успеху. То есть, выяснить для себя, что явилось источником вот этого успеха. Это, например, может быть то, что вы стали… Раньше вы спали до трех ночи, работали по ночам, а тут вы поменяли расписание и стали раньше вставать. Или вы, например, стали каждый день презентации проводить. Или вы стали каждый день в офис приезжать вместо того, чтобы работать из дома. Или вы отдали долги какие-то или еще что-то. То есть, вы понаблюдаете, что произошло за этот период, что явилось ростом вот этой статистики. Или вы с какой-то новой категорией людей начали общаться. Что явилось ростом этой статистики. Понимаете? И вам вот это надо усилить. Вот это же все надо усилить. Видите, имеет это логическое объяснение. Вот эти все шаги. Итак, не надо разбазарить, не надо брать билет на отпуск, когда у вас статистика пошла наверх. Так, наоборот, надо просто сфокусироваться на производстве. Учитывайте каждое действие с точки зрения, как это отразится на будущем для роста. Объедините все ваши усилия, то есть проанализируйте, что вы делаете каждый день. И посмотрите шаг номер 4. Что явилось результатом этого, и просто усилите это. То есть, если, ребята, вы сейчас меня услышите и просто проделаете эти шаги, ваша статистика просто взлетит вверх. То есть, это интересно проделать это упражнение в период ожидания, когда мы сейчас, компания предоставит много новых обновлений. Теперь, следующий момент, что мы с вами будем делать. Я хотел бы с вами обсудить, есть такой закон изобилия, его нужно знать вообще, закон изобилия. И я приведу пример, что такое изобилие. Изобилие, когда у вас очень много всего. У вас очень много всего. То есть, давайте это легко понять, например, на противоположности, недостаток. То есть, примером, недостатка у человека, например, денег. Недостаток денег. И человек не может даже оплатить текущие месячные расходы. Там, например, аренда, телефон, бензин, еда, побрякушки. То есть, какие-то минимальные одежды, детский сад. То есть, это недостаток. У него недостаток денег. Что такое изобилие? То есть, допустим, у человека, это графика, то есть, мы можем измерять графиками. То есть, например, ему нужна, у него месячная активность, у минимальной затраты, просто вот аренда, питание, я не знаю, это 5000 долларов в месяц ему нужно зарабатывать, чтобы просто сводить концы с концами. Если он зарабатывает 3500, он в минусе, он в недостатке, ему надо сжиматься. Это вот недостаток. А изобилие, представь, он зарабатывает 15. Вот это изобилие. То есть, он спокойно тратит пятерку, и еще десятка у него остается. Вообще красотища. Вот это и есть изобилие. Пример другой недостаток, да? Вы идете в поход, вам нужны спички, спичек нет. То есть, это недостаток или вообще полное отсутствие, да? То есть, недостаток. Отсутствие. Еще ниже, отсутствие. То есть, у человека вообще нет дохода, это отсутствие. Полный ноль. И вот примерно из этого начинает складываться, прорисовываться, чем мы тут занимаемся. То есть, мы стараемся сделать так, чтобы каждый наш партнер поднялся к изобилию. Так вот, существует закон изобилия. Представляете? Закон изобилия. Это очень интересно. И, соответственно, закон изобилия гласит, что это всего много. Это всего много. Я вам приведу пример из похода. То есть, если вы идете в поход, то у вас должно быть изобилие спичек. У вас не должна быть одна зажигалка, у вас должно быть три. Это тогда у вас изобилие. Одна цирела, потеряли и так далее. У вас много зажигалок, у вас изобилие. Допустим, если у вас одна машина в семье, это катастрофа. Потому что в одна машина по какой-то причине, ее кто-то у вас из друзей попросил прокататься, пробили колесо, неожиданно что-то с ней случилось. Вы, да, ерунда, я поехал на вторую. То есть, у меня в семье две машины. Понимаете, это правильно. То есть, одну машину мы на эту воду отдали, на вторую катаемся. Это изобилие. Всего много. Дальше. Видите? То есть, то же самое в плане денег. Теперь переведем это в формат, вот это изобилие, в формат людей. Если вы посмотрите на природу, то в природе всего много. В природе изобилие всего. Я не знаю, почему, как нам привили ту идею, что у нас должен быть недостаток или убыток. Я думаю, кто-то на этом делает деньги. Но, например, банки делают деньги на то, что у вас недостаток денег. Они вам дают деньги в долг и на этом зарабатывают деньги. На недостатки они зарабатывают деньги. Я думаю, что где-то кому-то это интересно, чтобы люди не зарабатывали деньги. Поэтому мы с вами разворачиваем эту спираль и хотим дать вам данные, как вы раскрутитесь, и у вас было изобилие денег. Окей? Значит, итак, если вы оглянетесь вокруг, то возьмете дерево, например, какое-то. То есть дерево, которое на него посмотрят, у него здоровый вид такой, у него много листьев. У него много листьев. У него там в почве много питательных веществ. У него там много свежего ветра, который продувает, что комаров там на нем тли нет. То есть у него много всего. Или если вы посмотрите на море, в море много вот этих молекул воды там, понимаете, много всего. Соответственно, если вы хотите зарабатывать большие деньги, вам нужно следовать этому закону. Это море деятельности, море действий. Море действий. Это изобилие, изобилие действий. Не скупитесь на действий изобилия. То есть, например, если вы в течение дня, вот это возьмем ваш день, а это количество разговоров, разговоров. Помните, мы измеряли с вами разговор. Если вы скупитесь, и вы сделали один разговор за день, как вы можете ожидать, что у вас 50 человек подключится? Никак, это никогда в жизни не произойдет. Но если вы проделали изобилие разговоров, вы проделали 50, то я вас уверяю, у вас человек 10, 15, 20 может подключиться. Представляете? Вот где числа, вот где ваша статистика, для чего она вам нужна. Это применение законной изобилия в жизни на практике. Изобилие. Соответственно, изобилие разговоров приведет к тому, что у вас изобилие людей подключится. Изобилие людей, которые к вам подключились, даст вам возможность выбрать из этого количества людей, которые активно примут решение «я директор», помните, о котором мы говорили? Кто-то примет решение «я подожду», да, из большого количества у вас будет изобилие, откуда выбрать, и вы сможете выбрать этих людей. Вы будете принимать решение, с кем вам работать. Это очень интересно наблюдать. Поэтому все начинается с того, что вы знаете этот закон изобилия. Окей? Соответственно, не сдерживайте себя, следуйте этому закону изобилия. Много разговоров, много листовок, много публикаций, много рассылок, много того, много сего. К вам придут люди, которые поднимутся наверх, которые захотят с вами действовать. Это очень интересно следовать этому закону. Закон изобилия. Хорошо, дальше поехали. Я обещал рассказать, зачем нужно 90 дней. Что такое 90 дней? В этом очень глубокая мудрость находится. Вы сами себе дайте вопрос, вы хотите деньги быстро за счет зарабатывать, получать, или вы хотите медленно их получать? Вы делаете все для того, чтобы вы получали деньги, или вы делаете все для того, чтобы вы не имели деньги? Так вот, если вы посмотрите, если вы примете со мной вместе решение, что вы хотите быстро денег, хотите быстро, и вы директор, то я вам советую 90 дней принять решение, отжиматься просто. То есть полностью посвятить себя этой деятельности на 100%. То есть если у вас есть вторая работа, и вы работаете, например, на этой работе, и вы хотите часть времени, допустим, 3-4 часа в день тратить нашему бизнесу, то вот эти 3-4 часа, ребята, вы должны отжиматься на 100%. То есть это вот эти 90 дней, то есть старайтесь по максимуму плотно заниматься этим бизнесом. И тут я сейчас просто объясню на примере ракеты. Вы хотите, чтобы ваш бизнес взлетел. И взлетит ли ваша ракета, если вы уделяете, например, 30% от мощности, которую вы могли бы для старта этой ракеты. Вот на 30% вы эффективны. Может ли она взлететь? Вам нужно выскочить на орбиту. Вам нужно выскочить на орбиту, например, 10 тысяч долларов в месяц. Хотите стать директором, да, 10 тысяч долларов в месяц. На 30% она может так лететь, 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 и вот тут у нее больше не хватит пороха, да, и она такая бамс и упала тут. На 40% взлетит она или нет? То есть на самом деле, я так думаю, что ракета сжигает, наверное, 98% своего топлива на самом старте, 90 дней. Бамс, и вот тут дальше она уже начинает лететь туда-наверх. Потому что у вас тут уже появляются люди, у вас уже растет структура, у вас уже движняк. Поэтому мой вам совет – 90 дней начать плотно заниматься этим бизнесом, принять решение, что вы… Это принять решение, это начинается, окей, я начинаю заниматься этим бизнесом, я это все выясняю, я этому следую, я то и все. Окей, 90 дней, значит, полный газ. И это очень важно. За 90 дней что произойдет? Вы закроете статус директора. То есть какая карта вообще, что нужно делать? У нас есть с вами бонус, который нам компания дает. Вот это бонус, сейчас я открою этот документ. Вот на этом нужно просто сфокусироваться. Вот карта бонусов, которую нам дала компания. И здесь вы видите, что если вы сделаете 200 очков, то вам компания заплатит 50 долларов, если вы сделаете 400 очков, компания вам заплатит 100, вы сделаете 800 очков, компания 200. Дальше вы видите, что вы и команда, если делаете 2,5 тысяч очков, у вас бонус 250 долларов, вы и команда делаете 5000 долларов товарооборот, вам дают компания 500. Здесь есть определенные комментарии к этому, что это одна цепочка может дать вам такой товарооборот. То есть с одной цепочки 2000 долларов. Мы сейчас это проясним. То есть у вас есть этот слайд, я сейчас просто напоминаю его. Это на самом деле карта к тому, что вам нужно сделать. Мы сейчас с вами проговорим. Итак, что нужно сделать? Вам нужно, допустим, получить первые 200 BV. Первые 200 BV дает вам 50 долларов. Вообще я хочу вам сказать, что этот бизнес, ребят, это не продать вагон и получить сразу море денег. Это как дерево, оно должно вырасти. Это на самом деле так, это должно вырасти. Я сейчас вам немножко нарисую динамику бинарного плана маркетинга. Это кажется, что это маленькие деньги, ребят. На самом деле это колоссальные деньги. Вот все, что от вас требуется, это вначале подключить два первых человека. Одного слева, одного справа. Два первых человека. Так? То есть эти люди, они могут принять разные решения. Они могут принять решение, я буду торговать на Амазоне, буду клиентом. Или они могут принять решение, я буду строить структуру, так же, как ты, строить команду в глубину из тех людей, которые строят в глубину и так далее. Теперь, представьте, что эти люди так же подключили каждого два. И они это сделали, например. Вот у вас уже во втором поколении, у вас уже четыре человека. Потом представьте, что у вас эти же люди, они сделали то же самое. Вот уже у вас восемь человек. Представьте, что эти восемь, каждый пригласили по два, это у вас уже шестнадцать. Потом тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь, двести пятьдесят шесть, пятьсот двенадцать, тысяча двадцать четыре, две тысячи сорок восемь, четыре ноль девяносто шесть, тысяча сто девяносто два. Тысяча сто восемьдесят, да. Понимаете, да? Это восемь тысяч сто девяносто два. Восемь тысяч сто девяносто два человека. Представьте, у вас наступит момент. Хочу кое-что с вами проговорить. Опять-таки, это ваше решение, да? Видите, что мы идем создавать? Этот человек говорит, это невозможно. Один человек говорит, это нереально. Как это так? Откуда? Почему это так? А этот говорит, опа, я иду создавать 4000 человек слева и 4000 человек справа. Что мне это даст? Давайте посчитаем, что вам это даст. По бинару вы будете получать уже 20%. То есть, ну, просто я так для округления просто быстро вам посчитаю. 4000 человек слева разделить на 100, умножить на 20, умножить на 50. Вам это даст 40 тысяч долларов по бинару. Это примерно 40 тысяч долларов вы заработаете по бинару. Так? Дальше. Вы получите, вы квалифицируетесь, это уже сколько у нас? 40 тысяч, 4 тысячи, сейчас посчитаю. 44 тысячи умножим на 50, 200 тысяч. Вы квалифицируетесь в сумме, разными бонусами, вы получите около 90 тысяч долларов. То есть, итого 130. Плюс вы получите 5% от товарооборота. То есть, ну, в среднем, считать, там 200 тысяч. Это может быть правильно, неправильно, плюс, минус километр, считаю, вот этот бонус. То есть, умножить на 5. Допустим, там еще порядка 5-10 тысяч долларов бонус. То есть, ребят, вот прямо здесь, на момент, когда у вас 8492 человека, грубо говоря, 4000 слева, 4000 справа, так, это, мы говорим сейчас примерно, да, то есть, это вопрос, что если вы сделали это за месяц или не за месяц, мы будем считать, что вот эти вот 4000 к вам за месяц приросли. Ребят, тут уже примерно 150 тысяч долларов ваш чек. То есть, хотите вы это или вы этого не хотите, это опять вы принимаете решение. То есть, человек говорит, я принял решение, я хочу, но я не верю. А другой человек говорит, я хочу, и я иду и делаю, и я это строю. То есть, на самом деле, наш бизнес очень похож на строительство мостов. То есть, человек говорит, он говорит, я хочу иметь мост через, я хочу иметь мост через речку. Как он, сейчас, секунду. Человек говорит, я хочу иметь мост через речку. Понимаете, есть инженер, который там считает квадратные корни, снеговую нагрузку, там какую-то, там еще что-то там. И он говорит, так, не вопрос, чтобы построить этот мост. Мне нужно столько-то балок, мне нужно столько-то металла, мне нужен диаметр швеллера такой-то мне нужно опоры поставить так не займет это столько времени бац мост готов это инженерный подход научный а другой человек он у него просто нет этих данных он не знает что вообще как это еще это делать и просто его незнание говорит да я хочу мост на я не верю я не знаю и не понимаю и так далее так далее то есть мы говорим разница между этими двумя людьми один знает другой не знает один один делает другой не делает ведь то есть мы начинаем сразу говорить про шкалу компетентности мы на шкалу принимания решений ведь тут целая целая вокруг область открывается перед нами тем не менее я вам рассказываю что нужно делать это есть такая вещь как статистика поймите простую вещь вы когда видите человека и когда вы ему даете информацию вася пойдем зарабатывать деньги на амазоне на ebay amazon и бэй вот он говорит кто-то вам скажет да а кто-то вам скажет нет кто-то вам скажет я подумал кто-то скажет слушай надо ломиться сюда вперед видите это просто статистика соответственно если вы просто будете пообщаетесь с одним человеком этого мало ли вы не входите в состав у них вы не следуете формуле изобилия вселенской вам нужно много со многими людьми поговорить и по статистике вам скажут люди да вот этому вас нужно научить вашу команду соответственно вот мы что делаем вы проговорили с некоторым количеством людей и кто-то вам сказал да вы помогли этим людям точно также понять90 принципа не поговорили с каким-то количеством людей и эти люди тоже сказали да помогли этим людям проговорить с ниже ставящими партнерами потенциальными были тоже сказали да и видите вот к чему это все приводит соответственно просто знаете к чему вы идёте и вы это сознательно создаёте сознательно соответственно если вы по нарошки это вы хотите но вы там не уделяйте этому много времени я знаю люди сейчас что-то подключились они что-то сидят ждут а некоторые активно рут до бизнес активно работ они просто знают что они делают соответственно я просто рассказываю математику теперь мой вам совет подключить 20 человек в левую ногу 20 человек в правую ногу по статистике у вас будет из кого выбрать или кто сам отберется кто-то будет бизнес строить кто-то будет амазоне торговать у вас будут совершенно разные люди теперь я обещал вам рассказать что делать если вы зашли как это называется профессионалы сетевого бизнеса называют это золотым треугольником то есть например здесь вы вы подключили сюда жена у вас а тут у вас стоит сын например вы как-то так поставили себе бизнес и вы хотите устроить если вы то есть человек такой идеи хочет сразу человек который так построил он хочет зарабатывать просто сразу больше ну и много да то есть он хочет с этого бинара получать деньги на слопывание слева справа с этого бинара хочет получать слева справа еще с верхнего места слева справа зарабатывать на самом деле это имеет место быть просто я хотел бы с поговорить о статистике представьте представьте что вы подключили 20 человек вы подключили 20 человек кто-то из этих людей будет активный то есть допустим там будет два лидера с вами или без вас они будут активно работать вы можете вообще даже не звонить они сами там все построить так например 10 человек они будут там у них еще какие-то бизнесы они это на частичной занятости занимаются от случая к случаю так 5 например уехали вообще на дачу и допустим и допустим три человека из этого количества они будут с вами работать пока вы где-то на связи вас на связи нет они тоже где-то их нет то есть когда вы тогда и они смотри что происходит если вам это интересно вы я может быть не прав я просто с опытом подсказываю как это происходит смотри что происходит как только вы начинаете создавать нет это как бы поток такой да то есть возьмем что вот это кран водопроводный да и эту струя которая вот это идет 20 человек как только вы начинаете дробить эту команду на несколько аккаунтов вот этих 20 человек то соответственно по статистике что происходит у вас может так оказаться что у вас вот эти два лидера они у вас только в этой ноге оказались то есть в этой у вас все хромоножка а в эту вас все прет так здесь вы тоже пытаетесь на двух стульях усидеть а тут у вас 5 человек которые уехали а тут у вас 10 которых то есть вы понять у вас вот эти два слага размыливается на вот эти четыре потока вы просто дробить тогда вот этот канал вот этих поток ваших людей на 4 соответственно что происходит то есть что происходит вы просто дробить этих людей это неправильно то есть на мой взгляд то есть хотя нету вещи абсолютно правильных абсолютно неправильных если просто вам советую как делать вы можете допустим если вы по какой-то причине купили себе аккаунт жене сына да все нормально вот дальше просто что вы делаете вы просто ставите своих этих людей одного под одного выйти и где ведь вы если вы сюда пока ничего не ставить как вариант внутренние ноги ничего не стать вы развиваете верхний кант и получается что вот эти люди которые казалось бы там несерьезно начинают относились бы в бизнес они вдруг видят под собой людей которых они не приглашали эти они получают людей которых не приглашали их отношение к этому меняется изначально они думали мы там посмотрим а тут выясняется елки-голки я я месяц назад подключился я тут пока там на дачу ездил у меня уже 1100 человек нифига себе и когда вам говорит слушай вася тут у тебя 1100 человек который уже проплатили я уже товарооборот 50 тысяч долларов представляете что этот человек он уже он меняет он уже поднимается по шкале решения он уже вместо того что я подожду я посмотрю я подумаю я там еще что-то такое он вдруг резко принимает решение вау надо шарашить и таким образом вы из этих 20 людей процентов из этих 20 человек которые давайте вернемся сюда посмотрим так это удалил да ладно из этого количества людей которые казались бы которые могли быть просто там вяло текущими они вдруг у вас реально превращается в таких людей серьезных лидеров которые начинают активно строить этот бизнес эти а если вы это начинаете размывать то ваш бизнес бизнес может может просто вот эта ракета может дольше взлетать ребят дольше взлетать и на самом деле я не говорю что неправильно брать четыре места и параллельных двигать просто вам чертовски надо быть как восьмирукий вишну и регистрирует там по 100 человек в месяц и успевать работать по 16 часов чтобы вы могли умудриваться строить вот эти два бизнес-центра я я всего несколько людей видел кто с по состоянии это сделать всего видел несколько людей поэтому мой вам совет для для будущей корректировки когда у вас например там уже несколько тысяч человек слева справа у вас там уже и лидеры определились у вас уже там движение большое вот вы можете конечно потом на будущее помогать вот эти два аккаунта двигать в глубину нот это просто мой взгляд на это вещи может быть вы со мной согласитесь может быть кто-то скорректирует это явно сказывается опыта у меня опыт предыдущем бизнесе было 140 тысяч человек без спиловера то есть я построил обе ноги я наблюдал разные вещи которые происходили у людей с чеками и так далее дальше мы с вами разобрали что нужно теперь мы с вами поговорим что нужно сделать соответственно пара дней назад я получил такой звонок например от одного своих друзей он говорит слушай а что если мы с тобой дадим такое сообщение что те люди которые подключаются в наш бизнес как дополнительного услуга они еще могут мы поможем реализации например там программ по иммиграции например или по открытию бизнеса там то и сям то на самом деле ребят это не соответствует с месседжем нашей компании и это поймите что это не приведет к успеху то есть это неправильная постановка вопрос у нас так уже сильный месседж мы даем людям новую профессию независимый источник дохода торговли на амазоне на ибэй и что дальше с этим человек сделает будет ли он жить на коста-рике или будет ли он жить в москве и работать это уже у его его действие просто все любые другие такого плана сообщения они отвлекают от одной единственной цели это построить большую команду любые вот эти идеи которые не соответствуют тому чтобы строить компенсационный план и строить структуру они придут в тупик это неверно это делать поэтому поэтому следите за теми идеями которые у вас у сами в голове и за теми идеями которые вам люди подбрасывают она вроде как выглядит хорошо а по факту это не очень хорошо потому что это отвлекающие идеи ok то есть наш что на что нужно сфокусироваться если вы хотите выйти на те деньги которые только что шариком рисовал на фокусировка на построении бизнеса то есть это подключить людей новых партнеров и помочь им подключить новых партнеров и помочь тем подключить новых партнеров Параллельно мы осваиваем инструменты Amazon и eBay. Параллельно мы все это осваиваем. Хорошо. Потому что на выходе это все приведет нас к увеличению товарооборота. То есть, теперь, что же нужно делать на самом деле? Вот ваша первоначальная задача. То есть, фокусируйтесь, пожалуйста, вот на чем. Вам нужно 20 человек лично приглашенных слева, 20 человек лично приглашенных справа. Вот вам что нужно сделать. Для этих целей вы можете составить список знакомых, вы можете опубликовать данные на Фейсбуке, например, сделать какой-то пост, вы можете сделать какую-то презентацию, провести где-то в кругу друзей, вы можете презентацию провести в каком-то актовом зале, то есть, есть слайды на русском языке, утвержденные компании. То есть, вы можете сделать какое-то исходящее, чтобы к вам пришли люди, которых вы подключаете. Вот этим нужно заняться. Следующий шаг, что вам нужно? Вам нужно квалифицироваться на эти бонусы. Получите первые 200 BV, чтобы получить 50 долларов. Получите первые 400 BV, чтобы получить свои следующие, там еще там, еще там. Понимаете? Получите первую команду и начните это строить в глубину. Вот это, на этом нужно настроиться, на это нужно направить свое внимание. Вы идете именно это создавать, и этот мост вы делаете. Окей? И здесь, помните, я рисовал вам, что у вас будет момент, когда у вас будет 4000 человек слева, 4000 человек справа. Что-то потерялся эта страничка, я ее очистил. Так, соответственно, это то, что вам нужно делать. Помните, мы говорили, там 2, 4, то есть сначала у вас 2, потом 4. И потом наступает момент, когда у вас 8192 человека, а потом у вас 16284 и так далее. 384 сколько? Да. Вот. Представляете, дальше космос начинается. Почему я говорил про 90 дней? Да вот она, логика где. То есть вначале вам кажется, что это все медленно, а потом это начинает на такие выходить орбитальные финансы, что вы просто будете не знать, куда деньги девать. Поэтому если вы будете вот этот разбег размазывать больше, чем на 90 дней, вы решите это на 180 дней, вы можете бензин потерять весь, вы можете все ракетное топливо израсходовать на непонятные вещи. Поэтому мой вам совет, 90 дней напрячься, уделить этому внимание. Через 90 дней вы выходите на, допустим, компания посчитала, что за 90 дней любой человек может сделать статус директор и получить 20 тысяч долларов, ребят, бонус. Вы к этому моменту уже примерно 10 тысяч долларов просто в месяц имеете, помимо там этого, ну, грубо говоря, там 20 тысяч долларов в месяц. Даже если это 10 тысяч долларов в месяц, ребят, представьте, вы уже на новом уровне существования, вы уже долги отдали, вы уже в бизнесе, и у вас уже все классно. Отметьте для себя, когда вы хотите выйти на этот доход. Когда? Через полгода, через 10 лет, через 100 лет, вообще никогда. И опять теперь возвращаемся на то, к тем категориям людей, с кем работать. Теперь посмотрите на это, вы поставили себе цель выйти на 20 тысяч долларов. Какие люди вас окружают? Какие сообщения они вам в голову закидывают? Понимаете? Эти сообщения отвлекают вас, или они вам помогают, или они содействуют вам, и, соответственно, вы на это смотрите, и в соответствии с этим вы действуете. Так, разбираемся, что мы не затронули еще. Я обещал построить объяснение таким термином, как неудача, везение, намерение, успех. Например, что такое успех? Определение слова успех. Например, это когда вы запланировали что-то и получили это. Это успех. Например, вы запланировали врезаться в стенку. Это и вы врезались. Будет ли это успехом, или это будет неудачей? Так вот, большинство людей подумало или ответило, что если вы запланировали врезаться в стенку, и вы врезались, это будет неуспех. На самом деле это успех. То есть это и есть успех, составляющая успеха. Вы решили что-то, и вы сделали. Вы решили на горку залезть, на Эверест, и вы залезли, это успех. Вы решили разбить машину, и вы разбили ее. Это успех. Вы, например, решили не врезаться, и вы не врезались, это успех. Вы решили построить команду 8 тысяч человек слева, 8 тысяч человек справа, и вы это сделали, это успех. И это нужно дать вам подтверждение, что вы просто способный человек, вы делаете так, как вы решили. Что такое удача? Удача – это просто случайное стечение обстоятельств. Удача. То есть, например, человек подключился в бизнес, и ему попался по статистике человек, который там построил миллион человек, это удача. Но с другой стороны, он не профессионал, если то у него в другой стране ни черта не будет, соответственно, это можно расчернить, как случайное стечение обстоятельств, это также и неудача, потому что ему дальше надо двигать этот бизнес. Соответственно, мы говорим, успех – это запрограммированное достижение успеха, запрограммированное достижение цели, как человек решил. Успех, он по заказу. Это определенные действия, которые человек каждый день делает, он знает, что он делает, и он его достигает, он понимает, он получает этот результат. Он измеряет свою деятельность, у него все там четко. Это составляющая успеха, это профессионализм. Окей? То есть, соответственно, люди, которые деледанты, они случайно получают какие-то лотерейные билеты. Теперь мы также можем разобраться с везением, да? Везение. То есть, вы куда-то… То есть, сама жизнь иногда нам подкидывает хорошие моменты с течением обстоятельств, это называется везение. А вы двигались в каком-то направлении, и вам что-то подфартило, и в этом же направлении каких-то людей вы встретили, которые в этом же направлении двигаются. Это называется уже везение. Окей? Теперь, мы говорим очень важную вещь, что это намерение. Намерение – это вообще интересная вещь. Это, по большому счету, это решение, что-либо сделать, намерение, да? И намерение вы можете увеличивать. Я в одной философской книге прочитал, что нету такой вещи, как… Нет такой вещи, как неудача. Нет такой вещи, как неудача. Представляете? Нет такой вещи, как неудача. Есть недостаток намерения. Представляете, как это сильно сказано? То есть, а намерение, ребята, это как порыв двигателя, это как лошадиные силы. Вы вообще бесконечный источник жизненной энергии. Вот это намерение можете просто раздувать, раскочегаривать, увеличивать до бесконечности. Представляете? Это бесконечность. То есть, по большому счету, если человек, что-то у него не получается, он просто не прикладывает достаточно намерения. Он не прикладывает достаточно желания к этому, и все. Понимаете? То есть, вот, соответственно, посмотрите теперь, если на свою составляющую, на ваши статистики ежедневные, да, если у вас нету, например, там, первых двух партнеров, а прикладываете ли вы достаточно намерения? Если у вас нету первых 4 тысяч человек слева, справа, а прикладываете ли вы достаточно намерения? Может, вы вообще чем-то другим занимаетесь? Вы просто свое намерение вкладываете во что-то другое? Да? Может, вы вкладываете намерение в то, что, там, с девушкой как-то отношения выстраиваете, да? Или ваше намерение в футбольном клубе как-то продвинуться? То есть, где ваше намерение? Соответственно, намерение, оно очень близко с целями. То есть, если вы с целями согласны с этими, то вы туда будете прикладывать намерение. Соответственно, тут возникает вопрос, нравится вам это или не нравится? Намерение, оно всегда идет в руку. Вообще, согласие есть, да? То есть, согласие. Есть ли у вас согласие с этими целями? То есть, мы поговорим с вами о намерении, да? То есть, мы говорим, какие у нас тут есть цели, да? То есть, это большой источник дохода, например, да? У нас есть, например, новая профессия, да? Работа из любой точки планеты, да? Бизнес, процветающий бизнес, перспективный. То есть, я сейчас немножко поговорю с вами о том, о чем Хиташ там рассказывал, да? То есть, процветающий бизнес. Есть много интересных целей, да? Которые вокруг этого можно организовать, и к чему можно стремиться. Вот, поэтому смотрите сами, то есть, на силу вашего намерения. Значит, теперь я хочу рассказать очень быстро о том, какая сейчас идет ситуация, что у нас происходит в Infinii примерно. И в любой индустрии у нас вообще, допустим, есть какой-то новый товар, который вышел на рынок. Например, там iPhone и Apple, да? То есть, компания Apple выпустила новый iPhone. И в начале, когда они выпустили, всего там, допустим, допустим, возьмем это за 100% пользователей, да? То есть, диаграмма какая-то вот такая. То есть, сначала идут первые 4%, которые сразу вкурили тему, да? Они сразу поняли, что это надо, они сразу купили себе эти телефоны. И даже то, что на то, что там какие-то там, они понимают обновления, какие-то что-то будут все равно новые модели, они все равно как бы уже здесь, они в теме. Потом, дальше там идут уже следующие категории людей, которые, они, ну их назовем их 14%, да? Это люди, которые, они следуют этой системе. То есть, они говорят, о, нам это нравится. То есть, они как-то, они, ну, последователи такие. Это первооткрыватели, вот эти первые 4%, да? А они, ну, первые, то есть, те, которые сразу раз, у них нос по ветру, они сразу раз тему поняли, чик, первооткрыватели. А эти уже такие последователи, они уже как фанаты. То есть, такие фанаты, они уже говорят, слушай, это классно, они чувствуют, что они тоже там впереди планеты всей. Так, потом, потом дальше идет следующие. То есть, наверняка где-то в интернете более подробно найдете эту тему. Потом дальше ранние, такие уже последователи, да, такие, более, такие. Они уже там тоже покупают и айфоны. А потом поздние массы уже такие начинают. Поздние массы. Поздние, поздние массы, такими назовем. А потом вообще, которые вообще даже, не знаю, знаете, сейчас уже все с шестыми плюсами айфонами ходят, 6s+, а есть люди, которые с моторонами, с раскладушками, что-то с флип-флопами такие, с антенной. То есть, они не знают, когда они к этим айфонам перейдут. Так, и вот тут начинается интересная, вот тут начинается интересная вещь. То есть, мы когда говорим про Infinii, ребят, то наши партнеры, вот они, вот то, что сейчас происходит с Infinii, вот мы здесь с вами, вот. 4 плюс 14. Вот, 28. То есть, то, что потом будет происходить, там, через месяц, через два, через, там, в течение года, это будут вот эти люди, вот. Понимаете? А есть люди, которые подключатся к нашим сервисам вообще, там, через год, через два, через три, через пять, а есть кто вообще никогда не подключится. То есть, просто, чтобы вы осознали, что сейчас происходит вот этот момент, и вы находитесь вот в этом привилегированном сегменте. То есть, это очень, как бы, ну, поздравительная такая, на самом деле, вещь, она делает вам комплимент, что вы увидели это, вы распознали, и вы здесь. Теперь интересный момент. Представьте, что мы говорим, ребят, сейчас все на старте, сейчас много обновлений, да, сейчас будет то и все, и мы находимся вот в этой фазе. Ну, представьте, что мы выпустили первый iPhone, iPhone 4, и на нем нет еще, например, 16 мегапикселей камеры. Но нету на нем еще, и нету на нем Wi-Fi еще, представьте. Первый iPhone, и там не было никакого Wi-Fi, по-моему. Так вот, вот эти ребята, вот отсюда, например, они говорят, слушайте, дайте нам Wi-Fi, дайте нам 16 мегапикселей камеру. Мы говорим, ребят, побойтесь бога, мы еще вот в этой фазе. Мы еще сами, как разработчики, только это сейчас сделаем, а вы уже от нас хотите вот эту фазу. То есть, я хочу, чтобы просто вы немножко понимали, что компания семимильными шагами двигается наверх, и мы сейчас с вами можем делать то, что мы можем делать. Вот, ну, это вот просто такое, для вас такое сообщение. Еще раз скажу поздравительно, чтобы вы понимали, что обновления сейчас идут, что многие моменты будут, и все мы получим вот эти 16 мегапикселей, и Wi-Fi, и все вот эти лампочки и примочки, и все будет круто. И вы наверняка видели на прошлом семинаре, там Брайан объяснял, что он будет делать отчет о проделанной работе за последнюю неделю. Я еще раз вам скажу, что первый месяц, в котором мы работали, у нас была бета-версия, то есть бета-версия. Сейчас у нас происходит такое, так скажем, обновление, идет такое тоже, опять-таки, таким предзапуском вообще всех обновлений, и в течение года у нас еще будет больше вообще всяких таких опубликованных, запущенных приложений, обновлений, чтобы вы это понимали. Так, на самом деле, я вроде как очень многие вещи вам рассказал, тут, наверное, можно больше об этом говорить. Давайте тогда сейчас возвращаемся, возвращаемся с вами к тому, что у нас с вами компания предоставляет нам с вами информацию на разных рынках, то есть, во-первых, у нас с вами электронная коммерция, электронная коммерция, у нас с вами будут программы, которые будут работать на диджитал, то есть это цифровые продукты, это не компьютеры, это не телефоны, это всякие видеоуроки или уроки, как что-либо делать, или уроки, как информационные такие услуги, у нас с вами будет также в Infinii сервисы, то есть, если люди, которые там за деньги делают сайты разрабатывать, или за деньги фотографии какие-то делают, то есть компания Infinii, то есть она выходит за рамки просто коммерции, там на Амазоне, на eBay, то есть рынок электронной коммерции, он меньше, чем рынок, например, цифровых или вот этих онлайн-сервисов. И вот на этих рынках, ребят, мы как компания будем зарабатывать гораздо больше денег, чем на электронной коммерции. Именно поэтому мы говорим о том, что сейчас самое время заходить в этот бизнес, двигаться вместе с нами и развиваться в этом направлении. Ну, в принципе, наверное, это все то, о чем я хотел с вами сегодня переговорить. Значит, здесь я подготовил, кстати, вам какой-то Excel-файл, опять возвращаюсь к статистике, что, например, слева у вас 2, 260, там, 40, и вы потом можете взять и построить там какой-то график, например, если у вас там 3, 0, 96. И вот по этому графику вы можете оценить, как у вас это делало. Сейчас мы быстро с вами построим график. То есть пропущенные данные сейчас. Просто вот я сейчас, видите, пошел какой-то график, он вам что-то показывает. Видите? То есть вы можете такими графиками управлять, но если вы не измеряете, то, соответственно, бизнес не очень профессиональный, так скажем. Хорошо. Вот. Ну, спасибо, что вы меня выслушали. Здесь было 850 человек. Я надеюсь, вам понравилось то, что я рассказал. Если у вас будут вопросы, вы можете мне их писать, задавать. Надеюсь, будет полезным, помочь вам закрыть статус директора очень быстро. И мне кажется, я вас немножко направил в русло, в правильное русло. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Фомин Алексей. Всего хорошего. До свидания. Успехов. С вами был Фомин Алексей.